Коляска для двух детей от компании Joy. Я бы сказала, это просто отличная модель, если у вас погодки. Она легкая, маневренная, а цена ее в районе 20 тысяч. И после сильно дорогих Vista и City Select я могу сказать, эта коляска отбивает свою цену. Каждая из кресел Everlight рассчитана на вес до 15 килограммов, а вес самой коляски всего 11. Ручка покрыта пенкой, она не регулируется, ее высота 100 сантиметров, хват удобный, плотный. Капюшон на обоих кресел легко регулируется. Кап заднего кресла можно отрегулировать по высоте. Спинка заднего сидения раскладывается одной рукой до 175 градусов. Длина заднего кресла 70 сантиметров, а ширина 34. Поднимается спинка тоже одной рукой, но в полностью вертикальное положение не встает. Спинка переднего кресла откидывается в сидячее полурасслабленное положение. Здесь есть небольшая подножка. Длина кресла вместе с подножкой 76 сантиметров, а ширина 30. И передние и задние бампера отстегиваются целиком. К сожалению, это не очень удобно. Ремни на обоих сидениях одинаковые. Верхние можно снять или переставить. У коляски огромная корзина, но там, где ножки старшего ребенка, жесткая. Самый большой доступ здесь под передним креслом. Классический тормоз. Передние колеса с возможностью фиксации. Колеса здесь похожи на колеса от Лайтрекса. А сложение коляски это просто чудо. Одной рукой. Да, нужно и ногой себе немного помочь, но в другой руке можно держать ребенка. Это реально. В сложном виде коляску можно катить, как чемодан. Стоит коляска самостоятельно. И раскладывается тоже очень легко. Но уже двумя руками. А на улице Эйвалайдо меня удивило и очень приятно. Мы катали ее по снежной Москве. В основном с двумя тяжелыми детьми весом в 19 и 13 килограммов. И коляска показала себя прям с очень хорошей стороны. То есть я тут же закрыла глаза на функциональные недостатки и наблюдала за этим чудом. Во-первых, маневренность на удивление. Если ваш старший ребенок весит меньше 15 килограммов, вы сможете спокойно вести коляску одной рукой. Во-вторых, проходимость. Нет, коляска не поедет по очень глубокой массе из песка и снега. Ей там будет тяжеловато. Но по снежной Москве коляска проехала очень достойно. Честно говоря, мы удивлялись ее ходу, потому что по внешним данным такой проходимости не дашь. Третье, это амортизация. Да, по корням деревьев она вам будет казаться жесткой. Но, скажу по секрету, мы покатали ее вместе с Джоей Кростер. Может быть вы даже заметили его на этом видео. Так вот, амортизация на Эва Лайт мягче, чем у Кростера. Вот это был для нас реальный сюрприз. При этом у коляска шикарная развесовка. Даже с 19 килограммами спереди не нужно надавливать на раму, как у Селекта или Виста. Коляска забирается на бордюр нажатием руки. И даже встает уверенно на передние колеса при спуске. Ширина шасси всего 57 сантиметров. Она входит во все двери и пандусы. Прекрасно скачет по ступенькам, правда без переднего пассажира. И что для меня особенно ценно, спокойно въезжает в лифт мегаэтажки П-44. Многие мамы недовольны маленьким передним креслом. Мол, и размер меньше заднего, и капюшон низко опущен. Так вот, я думаю, это коляска для погоды. Скажем, старшему ребенку год у вас родился второй малыш, годовалый. Даже в зимнем кабинезоне будет хорошо себя чувствовать на переднем кресле. А малыша можно положить на задний. Когда малыш подрастет, вы можете посадить его вперед, а подросшего ребенка как раз назад. Тут вам и большое кресло, и возможность отрегулировать капор по высоте. Реальный минус для меня это невозможность разложить переднее кресло в лежачее положение. Со всем остальным вполне можно смириться. Заход, маневренность, компактность, легкое. За этой коляской вы войдете в большинство лифтов, в любую дверь. В отличие от подавляющего большинства колясок для двойни.